Всем доброе утро, 10 февраля 2024 года, сейчас поедем в сад на Андрюхе. Ждем, когда приедет, ну вчера купили кофе из кафе, да, достаточно дешевый. Сейчас мы его попробуем, что за вкус. На запах, ну, обычно растворимый кофе. Кофе я бью без сахара. Ой, какой аромат-то обалденный, вы не представляете, прям такой запах. Какой она насыщенная, какая пенка натуральная, густоватая, сладенькая. Ух, ух, кофе вкусом шоколада. Да шучу, я не разбираюсь в кофе, я просто попробую. Ну, свой вкус, скажу, горько, не горько, многие люди просто написали горько. Кто-то написал, что сказать, ну, что сказать. Да обычная кофе, я имею. Просто обычная кофе. Не знаю, я даже горечь не чувствую как таковую. Поэтому, не могу ничего сказать, обычная кофе, растворимая, не хуже, не лучше. Которые пили там, а пили разные, в принципе. Ну, короче, не знаю, я думал, сейчас прям сильно горчить будет, как много бюджетов. Нет, не горчит. Единственное, я привык чай пить с утра. А, чай вкуснее намного, чем кофе, конечно. Ну, что если там ветра дует? Ждем Андрюху. Ветер с моря дует, ветер с моря дует, нагонял беду. Короче, холодно сегодня, ветер дует. Ну, мы в сад собрались. Андрюха с бомбошкой. Харюнька черный. Ух, тут сад под рассвет. Реально рассвет. А может, печку растопим и останемся там жить? Там, чтобы дом нагрелся, надо, не знаю, сутки, наверное, дать. Ну, ладно. Так бы съездили магазин, купили еды. Мы тебя можем оставить? Да там интернета нет. Есть. Какой? МТС у меня кое-как ловит. На втором этаже нормально. Да, не знаю. Я думал, мы один. Да нет, не все такие. Как не мы. Ну, дорогой чистый, наверное, как бы более милый. Да, мне кажется. А, ну, бульдозер поехал. Да, да, чистый. Ну, да, по бокам там весь. Волны, снега. Как многие советовали, задом туда заезжают. Слабак! А, шучу я. Оп. Карманчик. Неплохо ты. Да все, наверное. Ну, все. То, что мы чистили? Вроде снега-то немного было. Падало, вернее. А, в метель. А, ну, то, что ветром задало. Все, а здесь завалило. А, да. Проникли. А сумку? Сумка у мамы. Мы чистили. Когда это было? Две недели назад? Неделю? Мы дорожку уже эту чистили. Даже. А теперь, блин, у меня снег попал даже в валенки. Вот просто по колено скрывает. Как Андрюха сюда попал, я не представляю. И вон теплица, видите, ее прогнуло. Опять. В общем, блин, надо сюда постоянно ездить. Ты что, идешь тоже? Да, иду. Я уже снега черпанул. Офигеть, тут сугробы. Мы тут тоже все прочищали. А, ты что меня заваливаешь? Короче, надо будет сейчас снег из валенок. Эти деревьевки надо под каждую ставить. Да, тогда нормально будет. Все тут по градусам. Плюс 8. Ой, минус 8. Минус 12. Да. А что тут тепло вроде на улице было? Подовольте. Тепло. Тепло последние дни было, а все равно тут холодно. Это все вот за ночь. То есть, ты надеешься, что снега не будет, чтобы сюда больше не ездить? Скоро... Надо ее маслом смазывать. Садить уже начнется. Не, не маслом, а это, машину-то. Воском покрывают. И будет типа скользко. Ну, она, видишь, она вот там вот уперлась в снег. Еще тогда-то, первый раз. Но сейчас-то их нанесли. Ее тоже вся. Да. Окей, вот так. Бульдозер. Экскаватор. Шух, шух. На выход, что ли? А только-то быстро мы съездили. Шашлыков не пожарили. Ничего не подделали. Ну, правда, сегодня морозенькое как-то. А ты мимо этой тропинкой встал. Да. Зато как почва-то будет увлажниться весной. Прямо на славу. Так, что сейчас в магазин, наверное, поедем, съездим. А, там что-то горы у нас же красота. Оп. Какой неспешный рассвет. Носопорка, блин, замерзла, капец, вместо щеками. Я уже и подбородок не чувствую. Ну, а чисто ветер. Холодный. Да, такой, вроде, уклон, а... А не падает. Не падает, но... Интересно вообще. Если вот здесь вот... Лопаты длинные будут. Ну, деревянные. Ну, ты представляешь, лопатой сдвинешься, на тебя же все это и рухнет. Сейчас кусок этого отвалится просто. Не, вот это и вот так вот, да. Блин, у нас второй лопаты-то нету. Вытопал уже, не знаю. Ну да, это насыпалось, скорее всего. Нет, она держится. На ком это? Пожи. Все, в это. Это надо на крысу залазить и скатиться. Там под кольцом, а этот, блин, под кольцом. Ну, там он, потому что металлический. Понятно. Ну, ладно, пойдем. На кольцом. Волна, да, снежная? А фиг знает, она как прилипла к друг другу, видишь. Она даже не слетает. О! Офигеть. Да, он доскайся. Ладно. Да было бы тепло. Длинные лопаты. Ну, теплее будет, приедем еще сюда. Сегодня-то вообще морозно. Морозец, морозец. Дай воды напиться. Чувствую какую-то фигню стал петь вечно, а? И вообще не морозится колодец. Это тебе скоро 40 лет, потому что... А, да? Я ладно, понял. Старость приходит незаметно. Хорошо. Все, греться. Щеки красные, как говорят. Как приятно, да, потом машинку сесть, когда теплый воздух дует здесь? Такая друг друга. А, вам не дует, да? Надо было маму посадить. Нет, я чувствую... Давай пересядем вон. Ты вперед сядешь. Я чувствую тепло. Сейчас, окей. Нет, чувствую, что у нас тепло. Ну ладно. Здесь бы сейчас на встречке никого не было. На встречу нам. Надо не разъехаться. Да просто деревяшек надо, минимум, перед зимой больше этих вставлять. Ее же четко эту тепличку прикосило там, где упора не было, получается. Я вообще так с дую с нетерпением весны нынешней. А мне интересно, столько снега, куда вам деваться-то будет. Представляешь, тут что будет? Как мы поплывем? Если дружная весна будет, мы поплывем. Но... А если потихоньку, куда-то таять. Так вот интересно, как будет. Там же в городе, считай, татуары-то. Они же уже лучше сантиметров на 20-30. Да, да. То есть, если все это, грубо говоря, начнет таять, то еще там поваливаться будет. Снег-то вывозит, но вывозит-то в основном с дорог. Там дворники тоже чистят, которых нет. Ну, мы вчера видели здание, здание с пятиэтажки, чистили крыши, скидывали. А так, да, дворников не встретить. Ну, у нас во дворе... Кстати, ребят, на дом-услуги приложение можно оставить заявление на чистку двора. Можно там заявление оставляешь, и вам двор почистят. Даже здесь, смотри, ты по дороге едешь? Мы видим практически иногда, что за забором. То есть, мы высоко. Сразу плюс-бой, то есть, это все это... Кругой игрой не проедешь вообще. Ну, да. А здесь-то у нас, ты вспомнил, это дыры, болота. Какое-то образуется по весне. Колея просто будет полметра. Ну, да. Так что в сад не проехать, если, наверное, будет вообще... Счастливчики на джипах проедут. Ну, да. А, ну, или переправу устроят, ну, а смотри, вот за этот... За 300 рублей это перевезу через лужу, да, через яму. Ну, на лодке. Дорожку у нас почистили. Так, куда они почистили, интересные. А, наверное, это железнодорожная станция только. Она у нас, как станция, не станция, а железнодорожная цепь. Ух ты. А сегодня-то что, суббота же, да? А, точно. Для меня-то все субботы. А пусто опять в магазине. Так нет, я не до пенсионера. Я же... Я называюсь все своими именами. Как, конечно, ты не работаешь? Как, конечно, называют светским? Туниянец. Как правильно? Туниянец. Туниянец, да. Временно безработный. Ты еще надо налог брать. Подожди. Бездетность. О, началось. У меня код есть. Это. Слушай, хотя безработный меня не назвать. У меня же дзеном, публичный договор. Как ты же сказал, ты не с... А, да. Даже больничный дзен будет не платить. Он наработанатель, как ты? Да. Поэтому полностью меня называть. Зарпад копать, ты? Ты что сам заработаешь, е-мое? Ну, ты там скажи, там, где полы помыть, может? Не, ну, в день вот в моих видео где-то примерно по 7-8 рублей. В день? Ну, капает. Что, нормально-то? Даже на дошираке не хватит. Ну, через неделю дошираку. Баловать любимых не могу, блин. И близких радовать. Видите, не в сет. Что? Надо что-то такое. Третий канал такой. Ешь, а, знаешь? Да-да-да-да-да, я знаю. Но мой папе предлагал покупать себе какую-то тушенку и так далее. Так вместе. Кота снимай там. Ага, с котом за столом. Я, вернее, за стулом за столом, а и кот сидит там, да? И вместе. Кричавкин. Камеру на него поставить. Кстати, да, на кота камеру прикрепить. Не. И отпусти в лес. И выкинуть, честно, говорит. Жалко, жалко. Хотели бы, ребята, контент посмотреть кота, либо как мы кушаем какую-нибудь пищу. То есть вы будете советовать что купить, там какую-то тушенку на пробу, еще что-то. Поезжайте. Я когда снимаю камеру, мама останавливается. О чем сюда пришли-то? А, рулет. Ой, не рулет, а как он? Хачапури. Нет. Буженина, вот. Слушай, вот они, держатели, это, смотри. Держатели гравитационные. Гравитационные, то есть сюда нажимаются. Помнишь, были такие? И они закрываются. А, ну это первые. Прякали все. Да, да, да. Не выживешь долго его. Не выживешь долго его. А что такое? Мохнутая ручка. Ну тоже это гиби. Ну они, наверное, без заряда. Наверное. Да, тут ничего. Да и ладно. Ох, опять мы одни в магазине. Классно. Другие садисты. Специально для вас. Магнит завезен, грунт универсальный. Ну правда, ценника пока тут нету. А так, смотрите, сколько их тут лежит. Все нормально. Где-то буженина, которую мы брали тогда. Вот это разы? Ну-ка, да, сандра. Сейчас по составу посмотрим. Буженина, мясная история. Состав свинина, вода питьевая, соль, сушеный, сахар, перец, черномолоту. Да, оно. Она тогда и не пролежала и суток. Съел кусочек. Что, вот этот кусок, да? Не знаю, все посмотрим. Мясная история. 63 рубля за 100 грамм. Здесь, ну, а здесь 60... 120 грамм. То есть, на 6 надо, грубо говоря, умножить. Да зачем? На день рождения, если я только вам купить могу. Да, ну, сидите и сидите. Фермерский, село Зеленое. Это Андрей покупает такое? Нет. А вот ты такое убрала, запробовал, нет? И что, вкусно? Я тоже не помню. Надо разные пробовать. Давай разные. Разные фирмы имеются в виду. Сыр Гауду. А, ну, вот магнитоскими мы вообще не рассматриваем. В принципе. Королевский. Брест-Литовск мы ели. Достаточно есть вкусные сыры. Вот сыр какой-то выдержанный. Прикинь, санкция Швейцария. Офигеть. Сыра Богатов. Это что-то взяла? Радость вкуса. Сыр царицинский. Так. А где у него жирность-то? Не написано что-то? Белок 244. 45 процентов. Антислеживающий агент 536. Красителя НАТО. Что-то не знаю, как ты. Моздам радость вкусный. Хочешь попробовать Моздам? Нет. Ну, давайте попробуем. Что-то. Ну, он же недорогой радость вкусный. Зеленый. Не, не, не. А, 229? Ну, давай его возьмем. Попробуем. Хочет колбасу. Это папина любимая. Свинина, говядина, вода, шпик, соль, пряности, экстракты, пряности перечерный, орех мускатный, декстрозы, стабилизаторы Е450, Е452, регулятор кислотности Е451, антикислитель Е300, усилитель вкуса и аромата Е621. Глютамат натрия теперь так называется, миффиксатор окраски Е250, сделала Обский бекон, Россия. Хотя категория А. А тебе какой надо? Колбасы так докторской? Типа молочной, что ли? Я делала на пиццу, где нужно пиццу. А, на пиццу? Ну, тогда, я не знаю, даже на пиццу. Категория В. Это даже не Б, блин. Мироторг, давай посмотрю. Мироторг. Смраморно-говядиной, е-мое. Категория А. Так, состав. Смраморно-говядина, вода, мелочи, яичный, сухой, сухой, бежирное молоко, послово, нитритная смесь, смесь, сахар, пряности, регулятор кислотности, усилитель вкуса и аромата, глютамат натрия, замещенный. Ну, а не Сим, мне кажется, с глютаматом натрия, подеблю. Это что за инопланетяне? Это Таврия? Та-та-та-та-таврия. А, кстати, вот, наверное, состав-то. Категории. Так, смотрим, категории А. Состав. Свинина, говядина, филе куриная, вода, питьевое, молоко сухое, соль, пищевая, антиокислитель, тмин молотый. О, вот это без глюкотомата получается. Изготовители ИП Чинькова. Город Челябинск, улица Котина, 21. Вот это без глютамата. Тут есть, конечно, фиксатор окраски, антиокислитель, но глютамата нет. Что оно стоит? 200 рублей. 300 рублей. Вот такой пучочек стоит. Да. 400 рублей. А что так дорого-то? Да. Более 3. А, вы заказывали такие же доски. Получается, 3 за цену, как здесь одна. Короче, нашли одну колбасу без глютамата натрия. Два эксперта только что. Им сказали, что колбаса без глютамата. А они сказали, что без глютамата есть не будут. Она невкусно развернулись и ушли. Вот как вот. Вообще не ешь колбасу? Как не ешь? Мы не покупали не раз. Колбаса зато тебя ест. А где у вас тоже? А про сало. А сало ешь, да? Ну нет, в смысле у родителей тоже. Ну ладно. Блин, вонючку ты потрогал и до сих пор это руки походят. Надо? Сгущёнку родителям. А одну банку надо? Варёной именно, да, надо? А, ну кстати, кореновка-то, кореновка хорошая. У них же и мороженое хорошее. И мы там проезжали. Прямо по кореновке. 8,5% жирности. Цельное молоко, обезжирное молоко, сахар, 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 роза. Ух, сколько углеводов, да? Две баночки надо, да? А сколько она стоит? Кореновка, 150 рублей. Так, надо, только банки тут повреждённые надо, наверное, целые. Нет, нет, нет. Говорит, вот это, типа, крутая сгущёнка. Да? Все знают. Все знают? Ребята, вы знаете? Я не знал. И ещё, вот, говорит, вот это Саудеповская или какая-то. Ну, состав-то один и тот же. Цельное молоко, сахар, сахар, роза. А, нет, разный стал. Смотри, тут сливки есть. Массовая доля 8,5%. А в кореновке сливок нету. Цельное молоко, обезжиренное молоко и сахар, 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 роза. Во, какая разница. Круто. Так, а стоит Алексеевское сколько? Рогачёв вот-то, мам стоит, которая спрашивала. Алексеевскую я не вижу цену. Блин, мне в магнитах всегда так ценники не нравятся, как у них. Вся. Она прям тяжёлая. Это Деповская состав. Молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар, молочный сахар, лактозы. Для крана не подошёл. Лицо в такое же количество, но он меньше в размере. В итоге пойду обменивать сейчас. Чек с собой. Ну, домой, когда приедем. И с собой он, короче, свою крышечку возьму. Либо, не знаю, замерить надо диаметр. Причём, подберёшь. Цена на буженину. Прикинь, 1200 рублей за килограмм написано. Чё, какой-то бред. 1300 рублей за килограмм. А там-то другая цена указывается. Сейчас проверим. Мясная история, буженина, запечённая, 63 рубля. Да? 63 на 10? Ой, 63 получает за 100 грамм, да? Умножаем на 10 килограмм. Это 630 рублей должно. Здесь 1300 рублей. То есть обман. Как-то ценник вытащить надо. Сейчас пойдём. С этим ценником. Заколебали уже в этом магните. Обманывают. Как только так берут людей. Это считайте в два раза на 400 рублей обули нас. Сейчас пойдём на кассу требовать возврата. Пробили. Смотрите, место 808 рублей, 391 рубль. Так что, ребята, советую глаз да глаз. Мы частенько о магните на эту тему напарываемся. Я думаю, это не только магнит. В любом магазине может быть. Не знаю, с чем связано. То ли продавцов не хватает, либо специально они так дурят людей. Ну, продавцу-то нет претензий. Она всё сделала, перепробила, всё нормально. Ладно, сейчас поедем домой. Попробуем сыр, кстати. Ну, под женину мы уже пробовали. Ух ты, блин, чуть не врезались, а? Опасненько. Не знаю. А ему не видно было? Там же... Нет, ты правильно сделал. Он не видел из-за того, что там какой-то мини-вэн стоял. В таких местах вообще надо задом парковаться. Вот это вот ошибка. Так парковаться. Ну, что поделать, ладно. Это я к тому, что проще. Задом, если заехал, и у тебя мини-вэн какое-то большое там стоит, ну, какое-то препятствие закрываешь. У тебя обзор. Это ты можешь увидеть-то. Школа Росатома. И, кстати, вот школа Росатома. А её так и не достроили, да, по-моему? Достроили полностью? Не, просто там же хотели какой-то спорткомплекс сделать. Бассейн. Там всё есть. А, всё функционирует? Это же? Ну ладно. Молодцы. Ну, я просто давно в школе не был. Я, наверное, в бассейне даже купался лет пять назад. Да фига. А мне-то, видишь, скоро сорок, и я поэтому как-то уже всё. Заметно. Чё заметно? Пускай нету, не надо. Ля-ля. Не успел заснять сейчас. Там, видимо, какой-то коридор был воздушный. Давай ещё раз проедем? Да ладно, не надо. Прям, знаете, снежный такой ком нас накрыл. Ну, не ком, ладно. С просто снегом. Ковёр снежный. Да нет, ну тут уже слабо. Это как мы подъезжали? Куда же мы подъезжали? К Волгограду. Помните, мы там Смерчи-то видели? Маленький Смерчи. В поле образовывались. Нас же один на кадр попал. Какие-то валуны лежат, да? Это просто снег, типа, грязный. Местами. А, в смысле, будет тепло, и снег останется. Снова будет чёрная. На подкупили. Это палка-держалка. И вот смотрите, я сейчас шагом хожу, интересно, как. Так же я. Колыш от меня или нет. Надо по улице будет пройти. Так, на кухню надо быстрее. Там Андрюха сейчас буженинусь и съесть. Я взял плохой. Так, Андрюха начал скрывать уже буженинку. Не вытерпел? Нет, это для тебя что-то. Ай, спасибо. А как там моноподы? Ничего ты кусман-то отрезаешь. Ты всё разрезать решил? Два кусочка тебе? Нифига. Это пусти пол куска. Зачем? Нет, мне-то чуть-чуть совсем. Я есть не хочу. Но я помню её вкус. Мне ещё нравятся, знаешь, части, которые с салом. Прям вообще огонь. Только с салом отрезал. Пробуем. Мать, вот реально ощущение, что ты ешь тушенку. Буженина прям. Суперская, ребят. Реально балдею. Волокна мяса. За 600 рублей. В итоге, да. За килограмм. Это стоит таких денег. 1200. Может, тоже иномально сына, кстати. Сейчас мясо всё дорогое. Но, видите. 600 рублей килограмм наоборот. Больше вязать. Отрезал сыра. Дырки, конечно, на нём присутствуют. Но мало. По цвету он какой-то белый-белый такой. Как будто умер. По вкусу. Блин. Чё-то есть немного-немного вдалеке от Маздама. Но не то. Не то. До этого сыра тоже Маздам брали. Не. Маздам, видимо, нормально сейчас, трудно найти. У него прям должен такой потянуть вкус. А в этого вот вроде начинается и сразу заканчивается. Не. Сейчас, короче, по улице пойдём. Монопод проверю. Монопод взял. Сейчас с ними прогуливаться. 500 рублей. Вот сейчас проверим, как будет стабилизация работать с этой палкой. Вот, по лестнице проверить. Ну, сейчас я отключил. Но раньше-то у меня была специальная палка. Для айфонов-то. Я её продал, блин. Она, этот. У неё электронная стабилизация. Там-то действительно всё ровно было. А, нет? Ну, у неё не так. Да. Но я её продал, потому что, ну, в машине ей неудобно было снимать. А мы в машине в основном снимали. А вот сейчас-то и думают, что пригодилось бы как раз когда гулять. Но нет, она, понимаешь, мороз-то тоже не выдержит. Там электроника. Офигеть. Ну, что, я в машине вот так вот и думал снимать. С моноподиком. А, ну и, кстати, преимущество. Если телефон не выключает, то в перчатках можешь идти. Номочкой нажимаете. Ну, блин. Это постоянно не выключать, это тоже не вариант. Я не так. У меня? Угу. Ну, чтоб. Пока-пока. Ой, не затылось. Пока-пока, Андрей. До магазина надо зайти. Магазин. Так, ну что, сейчас вот я иду пешком. Потом я тоже посмотрю, как лучше, чтобы нет состава встала у телефона с палочкой. Ну, мои шаги, наверное, так же отдаются. Но, скорее всего, меньше. Ну, в общем-то, удобнее так снимать, конечно, с палочкой. Единственное, сейчас ветрено. Микрофон у меня есть, но в машине лежит. Литерная погода, конечно, вам может выручить. Еще га птички поют, чирикают. А, все, сейчас я двигаюсь домой. Палочку заряжу, потом с ней поэкспериментируем, в принципе. Надо еще посмотреть, как видео нет ли посторонних звуков, потому что чувствую, где-то что-то здесь стучит, видимо. В крепление, вот так вот шатаешь. Возможно, это будет отдаваться на камеру, либо на звук. Ну, посмотрим. Ладно, ребят, всем огромное спасибо, кто смотрел. Всем крепкого здоровья, семейного счастья. Всего самого лучшего. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok